Он рассматривал периодические функции, записывал для них ряд Фурье, после чего раздувал период и получал формулу для ней периодических функций как средельный случай формулы для периодических функций. Вот сначала я опишу эту идею. Для этого мы перепишем формулы для коэффициентов Фурье и для ряда Фурье с функцией с периодом 2П на функции с произвольным периодом 2Л. Итак, пусть у нас есть положительное число L, функция F имеет период 2L и суммируемая на каждом конечном отрезке или что то же самое суммируемая на периоде. Но тогда, разумеется, заменой переменной этот случай свойств уже разобранного, почему я и зафиксировал в самом начале, чтобы меньше буквы писать. Зафиксировал в самом начале период равен 2П. И так вот мы функцию G ввели такой формулой, G от Y равно F от L и делить на Пи. Сделали замену переменной, тогда обратное преобразование вот такое, F от X равно G от P и делить на A. G получается 2П периодически функцией, и разумеется, суммируемая на периоде. Вот мы записали ее ряд 4E в контексте G. АК и БК – это коэффициенты 4E. Можно было писать о комплексной форме, но сейчас мне будет удобнее записать его в вещественную форму. Записали. Коэффициенты вычисляются по обычным формулам. Но что такое обычные формулы? Надо все их уже, конечно, выучили. Ну, надо их показать. Ну, в общем, это вот. Не буду отлистывать назад в этой книге. А вот дальше написано формулу 1521. Значит, мне в качестве уместного буквы L написано букву Пи. Легко себе представлено. Теперь в этих интегралах… Ну, ладно, все-таки, наверное, надо будет… Отпыскать назад где-то формулу. Вот я в центре Фреса. В начале вот они. Сделать ту же самую замену переменной. Т равняется Пи У делить на Л. У новой переменной переменной. Тогда интегралы… Да, и вместо функции Ф вот здесь написано функция Ж. Вот и периодически у нас функция Ж. Тогда интегралы… Превратятся вот такие интегралы после замены переменной. Вот такие интегралы. И, собственно, если здесь в ряде тоже сделать замену переменной, то получится вот такой вот ряд. Получится вот такой вот ряд, который должен изображать функцию Фреса. И таким образом, если вот этот вот ряд как себя ведет по отношению к функции Ж, то вот этот вот ряд ведет себя совершенно так же по отношению к функции Ж. Если этот расходится, этот расходится, если это сходится в каком-то смысле, точки или по какой-нибудь норме, то этот сходится в точке или по какой-нибудь норме. Поэтому, когда говорил, впереди слипунтик, все равно, все равно, какой период рассматривать. То есть мы для определенности рассматривали период 20. Можно, конечно, было из самого начала писать вот эти вот формулы для произвольного периода, потому что синусы и косинусы образуют ортогональную систему. Поэтому, если обычные синусы и косинусы образуют ортогональную систему на минус tp, то вот эти вот синусы и косинусы сжатого аргумента, или, наоборот, растянутого аргумента, образуют ортогональную систему на минус lm. Так что можно было с самого начала рассматривать все эти производные периоды. Ну, просто лишний параметр завершения предъявленных. Теперь возьмем функцию, суммируем ее напрямую, уже вообще безо всякого периода. Функция суммируем напрямую. Зафиксируем пока что положительное число l и построим новую функцию. Новая функция будет с периодом 2l, обозначим ее fl. Эта функция совпадет с f на промежутке от минус l до l. Поскольку мы будем интегрировать, нам не важно, какого типа промежуток, я могу здесь полный интервал написать, а мог интервал написать, а мог отрезать написать и сказать, что периодически снимается почти всюду, это совершенно не важно, потому что я все равно был f только интегрирован. И fl тоже был только интегрирован. Итак, вот мы взяли, сузили f на промежутке от минус l до l, после чего продолжили 2l периодически. В результате получили 2l периодическую функцию, суммируемую на этой периоде, и можно записать для ее рио-фурье, вот этот рио-фурье, вот с этими вот коэффициентами. Значит, вот коэффициенты, мы их сюда подставили, перегруппировали косинус на косинус, плюс синус на синус, записали как косинус разности. Ну, так я для 29-ти фунтуры проделывал эту операцию. В результате получили вот такую формулу. Значит, я пишу f от x равно, я просто предполагаю, что функция f достаточно хорошая. Например, я предполагаю, что рио-фурье сходится к этой функции, вот, точнее, к преобразованной функции. во всех точках внутри промежуток неоценят. Ну, например, там функции теченцев. Вот тогда, вообще говоря, я должен был волну ставить, что есть соответствие такой рио-фурье. Я для простоты предположу, что ряд фурье сходится туда, куда нужно. Функция достаточно хорошая. А дальше вот я хочу устремить L к бесконечности. и формуле устремить L к бесконечности. Тогда равенство будет верно уже для всех x на прямой, не только на промежутке от минусов с L до L, раз L может быть, сколько угодно, большим. и что произойдет в правой части? Что произойдет в правой части? Вот этот вот начальный член устремится, разумеется, к нулю. Потому что F суммируемо, интегралность устремится к конечному пределу, а множитель L знаменательный есть. А здесь так просто не будет, потому что у нас слагаемый бесконечный новый. Слагаемый бесконечный. Но каждый к нулю, конечно, стремится, но отсюда не следует ничего, куда сумма стремится. И вот сейчас мы непосредственно увидим, что вообще-то нельзя переходить. А что получится? Ну, а получится, что это очень похоже на интегральную сумму. Вот предельный переход я сразу скажу, что я только угадаю, какой правдоподобный ответ, но я не буду никак предельный переход проснуть. Вот, во-первых, я замечу, что при больших L такой интеграл близок к интегралу по оси. Ну, и есть надежда, что для хороших функций опять же мы мало наврем, когда сделаем такую замену. Вот эта зависимость от L на пределах интегрирования довольно сильно нам мешает. Вот это приближенное равенство, оно уже ничего не означает приближенное равенство. Это называется, есть надежда, что мы в пределе при этом меньше все бесконечности и исказим это не так. Вот так было. Ничего больше. А вот здесь тогда в чистом виде получилась интегральная сумма. Вот написано какую функцию. Точки Y, K это будут равностоящие точки K P делить на L. Вот здесь это самое K P делить на H стоит. Вот здесь тоже стоит одна L. Одна L это с точки до множителя P расстояние между соседними или и К длина ответа. Вот это самое, чтобы я здесь умножу на P и поделю на P. Потому что P делить на L это просто дельта Y ка. А раз я умножил на P, то я должен буду поделить на P. С делением на P я буду эти множители вот эти интегралы рассматривать как значение метрисурции в точках Y ка. В какой функции? А вот такая функция. Это большое мнение. Так что теперь мы увидели, что вот эта интегральная сумма, правда, интегральная сумма для какого интеграла? А для интеграла по бесконечному промежутку 0 до бесконечно. Я не оговорился именно от 0, от 0 как у меня, но развиваем-то мы по 0. Так что это интегральная сумма для несобственного интеграла. Тут еще темное место. Для несобственного интеграла Интегральный рисунок не может двигаться или не стремяться. Для интеграла потреску это самый обычный интеграл Римана и стремятся от хорошей функции. Интегральная рисунка часто не прерывная, а эта функция не прерывная, ну я дальше не хочу. Но здесь еще трудности дополнительные, что интеграл по бесконечному промежутку, там опять не для всякой функции так получается. Я вот сказал, что мы будем рассматривать достаточно хороший. Тут возможно еще какие-то требования придется наложить для этого, не очень понятно какие. И тогда в пределе, вот если все это будет хорошо, то правая часть стремится вот к такому вот интегралу. К интегралу от нуля от бесконечности, а функция F большой. То есть вот код вот к такому повторному интегралу. Ну а левая часть, а левая часть, она тут-то. Тут не видно, что она от L зависит. На самом деле она от L зависит. Это равенство, как L дает. Но поскольку L не стремится с конечностью, левая часть стремится к F от X и всех X. Вот в пределе получится такое равенство. И вот до этой формулы Фурье догадался. Таким способом, как я вам только что рассказал, вот с тех пор это равенство называют формулой Фурье. В правой части этой формулы стоит некоторый интеграл, который и служит нам аналогом ряда Фурье. Аналогом ряда Фурье. Ну вот давайте теперь мы его по-разному запишем. Еще раз формулу эту мы не доказали пока. Мы ее не доказали ни для каких функций. Не для каких функций. Но для тождественного нуля, конечно, доказали, но это неинтересно. Вот. Так что это у нас пока что задачка нерешенная. Ну вот мы на этот интеграл посмотрим и по-разному его сначала перепишем. Во-первых, мы снова вернем разность косинусов, сумму косинусов на косинус плюсинус на синус и перепишем правую часть вот так вот. Ну, соответственно, формулу Фурье перепишем. А от F, Y это вот что такое будет. А, B от F, Y это вот что такое будет. Я напоминаю, что мы функцию F считаем суммируемой. Поэтому вот эти внутренние интегралы и вот эти вот функции A от F и B от F определены корректно. А вот как себя внешний интеграл идет, почему он сходится, это проблема. И сходится ли он туда, куда нужно. Это проблема. Это надо обеспечивать какими-то условиями на это. Конечность внутреннего интеграла обеспечивается суммированием F. Значит, вот эти функции A от F и B от F называются косинус преобразованием Фурье и силус преобразованием Фурье функции F. И они очень похожи на коэффициенты Фурье. В чем разница? F у нас, в определенном коэффициенте Фурье, была периодическая. Интеграл брался по периоду, например, отмена в периодах F. И вместо параметра Y, который принимал все вещественные и неотрицательные значения, там был параметр, который принимал только целые и неотрицательные значения. Вот этот вот выражение, сколько подинтегральное, это аналог членов ряда Фурья. АК от F на косинус КХ и СБК от F на СИКХ. Опять-таки, вместо параметра К, параметра Y. АК от 0 до бесконечности, появился интеграл. Ну и тут что-то, что там А с 0 делилось пополам в ряде Фурье, это теперь, конечно, пропадает. Так что, есть некая похожесть вопроса о представлении функции периодической рядом Фурье и представлении непериодической функции интегралов. В правой части написаны сходные объекты. Один дискретный, другой контентуальный. И вопрос, в чем сходство, в чем различие. Я обещал объяснить непрерывность вот этого функции Ф большое и вот этих вот функций А от F малого, Б от F малого. Почему они непрерывны? Непрерывны они по известным нам теоремам обозгрались параметрами. Ф суммированная функция, а синусы и косинусы по модулю не больше единицы. Поэтому в интегралах эти все подинтегральные функции непрерывны по параметру Y и есть суммированная мажоранта модуль Фурье. Поэтому и сами интегралы непрерывны по параметру Y. Так что можно, по крайней мере, ставить вопрос о, здесь под интегралом написано непрерывная функция, то есть под интегралом написано непрерывная функция, и можно ставить вопрос о сходимости или расходимости несобственного интеграла. Частичные интегралы корректные функции. Расходимость уже сходности. Вот давайте его поставим. Определение пусть А не отрицательное число. Интеграл идет А. Y от fx равно вот такому интегралу от нерада А, от того же самого, называется частичным интегралом Фурье. А Y от fx называется интегралом Фурье функции f. Y от fx определяется как он собственный интеграл, самый обычный, как предел. Вот переписали в этом обозначении ее формулу Фурье. Ну и дальше, дальше вот мы будем выяснять достаточные условия для справедливости формулы Фурье. Еще раз, вслед за Фурье мы догадались, что такая формула правдоподобна. Для каких-то хороших функций. Ну а вот для каких именно функций, это надо хотя бы достаточных условий дать. Вот и будет наша задача. Задачи можно, конечно, в разных смыслах, потому что вот эта исходимость, можно ее понимать в разных смыслах. Можно фиксированные точки, можно здесь сказать, что это равномерная исходимость, а исходимость под полный, нормный пространство mp почти везде. Так же, как мы делали и для видов Фурье. Исходимость понимали в разных смыслах. Так. Вот. Записали интеграл Фурье частичный интеграл Фурье таким способом. Значит, то, что вот это вот, это то же самое, что вот это, и вот это одно и то же я бы тоже объяснил. Записали, мол, и так. Еще раз, внутренний интеграл Фурье Бегова, вверху не собственно. А в определении j, а все уже совсем хорошо. Тут подинтегральная функция, суммируемая как функция двух переменных, переменных t и y. Тут переменных вообще-то 3, еще x есть, но интегрируем мы по паре t и y. Вот здесь вот в j, а интегралы можно переставлять как угодно, потому что здесь есть суммированность. Почему есть суммированность? Вот у нас множество интегрирований, и изменяется от нуля до а, а t от минус бесконечный до бесконечный. Ну, так вот, мы поставили модуль и убедились, что оценили кое-что из единиц, и получилось, что получается конечный интегрирование. Поэтому мы можем поменять порядок интегрирования. Вот мы поменяли его, и тогда на один интеграл формуле стало меньше. От косинуса интеграция считался явно. Вот он тут получилось, что? Синус а x минус t делит x минус t. Ну, и можно еще здесь x минус t обозначить за новую переменную, тогда вместо t будет x минус t. Ось не поменяется. Минусы тоже, я помню, будет, потому что минус идет на то, что это делать. То, что получается, вот это, вот эта формула, которая получается, это очень полезная формула будет. Это интеграл в диреке только по оси. А вот эта вот функция, она еще называется энергосинк функции. Вот, ну, вот если бы здесь было π, то это было бы, ну, она называлась бы синк функцией. А здесь, значит, сжатая она. Это конституальная аналогия ядра диреклята. Я напоминаю вам, как интеграл в дирекле был устроен и как это самое ядро было устроено. Вот. Вот интеграл f от x минус t, d на t, d, t, единица на пин, но этим есть. А вот здесь частные вот эти 2 синусы. Вот интеграл в диреке. Ну, вот этот параметр n, который здесь был большой, или n плюс половин, который был большой, там, значит, будет этот самый большой параметр a, который не обязательно целый или полуцелый, то есть полуцелый, да, не обязательно a. Ну, а вот в знаменателе вместо 2 синус t пополам, которое было в периодических случаях, стоит просто t. Ну, вот так получается. Вот так получается. Ну, вот если в периодическом случае ядро дирекле было триггерметрическим многочленом, с интегрированностью вопрос не возникал, то здесь мы можем его посмотреть и убедиться, что и убедиться, что ну, конечно, эта функция ограниченная, синус не больше аргумента, но она не суммируема на оси. интеграла от ее модуля бесконечен. Это неприятное обстоятельство, но не мешает нам некоторые операции с этим интегралом делать. Значит, я этого не сказал, но вот теперь нужно об этом сказать наша неприятность в чем будет может быть самая важная, самая главная главная нефтья, отсутствие вложности пространства ЛП. если на периоде мера была конечная, там пространства ЛП были вложены. Самое широкое пространство было пространство Л1, а самое узкое пространство из шкалы ЛП было пространство ЛП в бесконечность. Ну, где-то там между ними было Л2. Значит, еще уже, чем она из бесконечности, было С. и мы требовали, что функция была из Л1, и она автоматически тогда попадала во все другие ЛП. Вы виноваты. Функция была, мы требуем, что есть функция из Л1, я просто ерунду, когда говорился, две стороны пытался одновременно рассказать. Еще раз. Мы требуем, что функция была из Л1, это условие автоматически выполнялось, если функция принадлежит какому-то другому пространству ЛП. В частности, вот так. А на оси уже не так. А на оси уже не так. Л1 мы потребовали, чтобы, ну, чтобы преобразование Фурье, например, определить. Ну, а если мы потребовали, чтобы функция была, допустим, равномерно, непрерывно и ограничена, аналог пространства С, или чтобы она была из Л2 на оси, то мы этим требованием еще не обеспечим, еще не обеспечим вообще существование лечков интеграции. Но еще в других вопросах бесконечность меры бесконечность меры по сравнению с меры отвергнутой будет нам мешать. теперь давайте комплектный вариант формулы Фурье и интегралы Фурье выведем. вот эта вот функция у нас четная, а вот эта функция у нас нечетная. вот у нас был частичный интеграл Фурье. Поскольку он брался внешне интеграл, здесь от четной функции от нуля до А, можно написать, что это половинка интеграла от минус А до А, а нечетную часть еще добавить синус синусом интеграл. вот он применяет интегрирование по симметричному формулу в формулу лица. Ну и вот этот экспонент теперь можно разбить на две экспоненты произведения и записать формулу вот так. А йод это по-прежнему у нас предел А. То, что внутри вот здесь называется комплектным при образовании формулы. Более точно он называется комплектным при образовании Фурье при некоторой специальной нормировке. Здесь вот есть множество 2П в знаменателе. Ну и тут разные акторы по-разному поступают. Есть люди, которые вот так вот я поступаю к этому множеству поровну между двумя интегралами распределяют корень из 2П к одному интегралу и корень из 2П и к другому интегралу. Есть люди, которые множить их 2П к какому-то одному из этих интегралов относят. Вот допустим, сюда его отнесли целиком 1 на 2П и тогда вот здесь он не появится. Или наоборот. Вот здесь его нету, тогда вот здесь единственное запись. А есть люди, которые этот норм 2П помещают 2П вот сюда. Делают формально замену переменной и помещают вот сюда. Определяют вот самое прогнозовое фурье. Здесь пишут в экспоненте есть не в степени минус и у, а в степени минус 2П и у. Тогда множественных интегралов никаких не будет. Но эти же самые люди и при рассмотрении в рядух фурье пишут не 2П периодические функции, а 1 периодические функции. И тогда системный экспонент, по которому они раскладывают функции, это не в степени икх, как я говорил, а в степени 2П икх на отрезке минус 1, 1. вот такая вот система на отрезке 0,1 на отрезке 0,1 вот такая система на отрезке 0,1 Так что все эти способы есть, выбираю какой-то один из них, ну вот я как привык выберу такой способ, но так или иначе этот множитель 2П нормирующий множитель туда или сюда в формулах вылезает, вот либо он вылезает в степени интеграла, либо он вылезает в показатель. Итак, определение, давайте еще раз всего проговорю, пусть функция суммируем напрямой, вот такая функция, единица на корень из 2П интеграл по оси Ф от Т есть степень минус или Т от Т обозначается она с дом и мот и называется приобрет комплексном преобразовании хурии или просто преобразованием хурии и когда говорю преобразование хурии, то по умолчанию я буду иметь ввиду, что преобразование хурии комплексном. Теперь вот интеграл хурии частично можно записать таким способом, вот он здесь написан для хурии обозначение домикам хурии хурии а jfx это предел jfx предел вот такой интеграл который понимается в смысле главного значения то есть как предел симметричный частичный негатив в этом понимании для нас ничего нового мы и сходим из комплектного ряда фурии так понимали частичными суммами комплектного ряда геометрического ряда и участки фурии мы понимали симметричные вот здесь получился интеграл который очень похож на вот этот только минусов показателей на называется обратным преобразованием фурии вот 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 если я люблю новую букву для функции то то вот интеграл будет называться обратным преобразованием фурии функции и обозначается она интеграл он обратный фурии вот так фи галочки правда я в самом начале накладывал требуем, чтобы F была суммирована. Вот этот интеграл существовала в самом обычном идеальном смысле. А получится ли оно в суммированном? Это непонятно. Поэтому я буду вот этот интеграл в формулу Фурье, в таком деле, обратное проблевание Фурье, понимать, как он здесь понимается, в смысле главного значения. Суммируемость, к сожалению, нам не гарантирована. Это действительно к сожалению. Ну и еще одним способом перепишем формулу Фурье. Если взять функцию F, применить в ней сначала прямое преобразование Фурье, а затем обратное, то мы вернемся к исходной функции. Отсюда еще одно название формулы Фурье. Формула обращения для преобразования Фурье. Эта формула утверждает, что в определенном смысле прямое и обратное преобразование Фурье являются взаимно обратными операциями. В том или ином смысле, я сказал, вот зависит от того, в каком смысле мы будем сходить в ней. Пожалуйста, понимать, я возможно здесь буду перечислить о сходимости по какой-то норме, а не в точке. Замечание номер один о том, что я частично сделал про нормирующий норкен. Коэффициенты Фурье я определял соединительные на группе. Так мне было удобно. Я мог бы здесь... Я и здесь также иногда буду делать. И там я оборачиваю цкатер, а здесь оборачиваю цкатер и комплексное сформирование Фурье с другой нормой. И вот тогда здесь идет о том, что я имею в виду сформирование Фурье и сформирование Фурье и сформирование Фурье. А если вот так сделать, то будет больше похоже на периодический случай, но не будет этой симметрии. Коэффициент там включался в определение коэффициентов Фурье, а при составлении ряда Фурье уже никакой коэффициент не передался. Ну и вот видно, что на оси получается какая-то более симметричная конструкция в этом периоде прямое и обратное преобразование Фурье более или менее равноправно. Единственная тонкая разница заключается в том, как понимать сходимость эндеграмма. А формула-то просто один к одному, только вот в одном случае минус в указательстве есть, а в другом есть. А на периоде там просто были объекты разной природы. Коэффициенты Фурье образовывали последовательность, заданная последовательность была намного целых чисел, а функция была задана на оси периодическая, или что-то самое заданное периодическое. А здесь преобразование Фурье аналог и центр тоже функция заданная на оси. Прежде чем доказывать формулу Фурье при каких-то условиях, выведем свойства преобразования Фурье. свойства я буду нумеровать буквой F. Итак, свойства Фурье 1. Во всех этих свойствах к умолчанию предполагается, как вы определили, что F суммируемо на оси. Свойства первое. Преобразование Фурье непрерывно и ограничено на оси. Чем оно ограничено? Тут написано конкретно. При всех Y вещественных модуль F не больше, чем норма FL1. это аналог неравенства. Сейчас покажу неравенство, которое будет в Центр Фурье. Так же специально делалось. Вода было замечание такое. Вот были такие оценки Центр Фурье через новую функцию Заля-1. Опять-таки с тем нормирующим нормателем, который подинтеграл стоял. Вот очень похожие неравенства есть. Я бы заблайн на карьеру. Давайте посмотрим, почему оно верно. Про непрерывность я уже говорил, но я говорил в терминах A и B. А вот это по той самой причине. Подинтегральная функция по Y непрерывна, и есть суммированные мажоранта модуль. А можно друг через друга их повыражать. А неравенство так неравенство и вовсе очевидно. Вот на крышке к нулю. Это свойство мы уже знаем. Мы с вами доказали теорему Риммана Лебега. Давайте я покажу эту формулировку. Она была довольно давно. Это была самая первая теорема у нас про триггометрические ряды Фурьер. Теорема Риммана Лебега. Вот такая была теорема. Если функция F суммирована на множестве E, числова прямая, здесь мы просто будем считать, что E это вся числовая прямая, то вот такие интегралы примутся к множеств 17 минут. А это и есть наше продавание Фурье с точностью до нормировки. Лямбда или минус лямбда неважно. Лямбда стилет и бесконечно без знака. Так что это у нас доказано. И кроме того, у нас доказано еще неравенство. Сейчас я рано формулу закрыл. У нас доказано несколько больше. Доказано еще неравенство. Вот такое вот. Мы это самое преобразование Фурье по модулю оценили через вот такой интеграл. Так что по знакам интеграла содержится сдвиг. Содержится разность функций F. Вот такую формулу мы вывели и дальше просто сослались на тему двигу что право численно смогу оценили через модуль непрерывный протрат или один и здесь это неравенство мы переписали ну вот только там одно чисто а вот здесь еще приписать нормирующий коэффициент здесь находится вот такую оценку я переписал с предыдущей страницы свойство свойства производное преобразование фурье следующие два свойства третье и четвертое то за что преобразование фурье в общем-то любят оно себя очень хорошо ведет при дифференцировании свойств будет два одно про есть две операции дифференцирование и преобразование фурье они конечно не перестановочные их можно в разном порядке применять получатся будут разные результаты но и в том и в другом случае что-то хорошее можно будет вот сначала производное преобразование фурье и так если функция суммируема на числовой прямой и при некотором натуральном функции вот такая вот т в степени рф суммируема тоже на числовой прямой то преобразование фурье принадлежит классу c r и при всех k не больше чем r и у вещественных можно дифференцировать по знаку интеграла причем все получившиеся производные будут стремиться к минуту у сменяющихся р вот так давайте подключимся тут же я продолжу пожалуйста подключимся подключимся так у нас был интеграл определение преобразования фори вот она нам нужно доказать что можно r 1 дифференцировать по знакам интеграла для этого что нужно для этого нужно каждый производный подобрать суммируемого жанру нужно в смысле достаточно вот что получится если формально продифференцировать и к 1 по игре по 1 манты грала при каждом дифференцируеме признается минус и дальше таким неравенством воспользуемся t в степени k по модулю не больше чем единица плюс 3 степени r по модулю это неравенство какое-то совершенно тривиальное значит если t не больше единицы по модулю то модуль t в степени к не больше единицы а если модуль t больше единицы то модуль т в степени к не больше чем модуль т в степени r ну а и что в другом случае не больше суммы поэтому есть вот такая мажоранта есть вот такая комплекса экспонент поможет 1 единица это мажоранта суммировал по условию вот у нас как раз по условию сама f суммирована и т в степени r на f так что это мажоранта действительно суммируема и теорема подифференцирован по параметру работает то есть отсюда вот такие формулы верны все эти производные непрерывно все эти производные непрерывно опять-таки под натуральных функций непрерывно по игре и здесь суммирует мажоранта не осталось только еще объяснить почему эти производные стремятся к нулю любились подняться через бесконечность все потрогать алина рима-либега потому что эти производные не что у меня как преобразование фуги суммируемого функции это сама функция минус степень к на это все эти функции при всех карта 1 до р так что и приобретении на сквозь замечание номер два если r можно взять произвольным то есть все вот такие вот степени на f от суммируемой всех целых неоприцательных к то значит дефекционирует тоже можно сколько угодно раз у нас получается что преобразование фурье функция пластовый стабильность а за счет чего эту суммируемого достигнутся например за счет быстрого убывания функции ф вот если функция убывает быстрее любой степени убывает быстрее любой степени то ее преобразование фурье будет бесконечно власть связь между я так произнесу скорость убывания функции хотя здесь суммируйте не совсем большая но на очень редко множество она очень редко множество вот убывания в таком в интегральном смысле на если функция достаточно быстро бывает то ее преобразование фурье достаточно много раз так обратно это же верно каком-то смысле вот в каком это свойство фурье 4 и образование фурье пригодный пусть р натуральное число f г пасутся верно и все производные функции f до отключительно включая саму функцию суммируем тогда производная тогда преобразование фурье производной получается из преобразования фурье умножением на одношли и и к теплика вот я сказал за что любит призывание фурье скажем решение дифференциальных проблем потому что она превращает дифференцирование в алгебраическую операцию умножение на степень умножение на степень таким способом и вот таким способом доказательства достаточно доказать форму пика равном единице общий случай получается по индукции для этого мы запишем формулу на лениться вот она и пинжи циадин что будет если их стремится к бесконечности правая часть имеет конечные пределы потому что у меня по условию фрик суммируем при смешивке значит и f тоже имеет конечные пределы а тогда эти пределы равны нулю потому что сама функция f тоже суммирована если бы минулевую предел на плюс бесконечности то интеграл на плюс бесконечности разошел и на минус бесконечности суммируемая функция может как-то колебаться и быть даже не ограничены уж тем более не имеет пределы но если пределы есть то они равны нулю когда может конечно есть функция да может конечно даже если функция большая на каких-то редких но но как мало нет вот но уж если пределы бесконечности есть то награды на цену это наблюдение я использую чтобы проинтегрировать по частям в определение преобразования фурьер вот я записал определение для обнования фурии и интегрирую по частям ну что мы перебираем совершенно стандартно им загоняются дифференциалов так двойная постановка обнуляется из-за того что только что объяснил про функцию а здесь минусы исчезли один минус было частям а другой минус дифференцировали пока что не другого сократили остается недели на следующее замечание я доказывать не буду она относится вот к этому условию что все производные f от нулевой до рты включительно суммируем а на самом деле достаточно потребовать суммируемости двух крайних а суммируемых всех промежуточных производных будет вытекать из этого автоматически это ну вот есть такие есть такая серия неравенств они называются неравенствами тип колногорова для промежуточных производных они верны во всех л.п. нормах если две крайние производные принадлежат компоненты л.п. то и все промежуточные производные принадлежат тоже один край всегда сдвинуть на сама функция и старшая производная л.п. в данном случае л.п. то и все промежуточные тоже нормы производные оценивается через нормы через некоторые выражения содержащие нормы с самой функции и более высоких приборов но это но это я доказывать не буду это разрослось в отдельную тему не очень простая тарифа теперь следующее замечание вот о чем я потребовал чтобы функция была непрерывно дифференцируема сколько нужно раз и при этих условиях про интервью по частям интервью по частям мы в принципе умеем и при более слабых условиях для абсолютно непрерывной функции мы знаем форму интервью по частям вот поэтому здесь ну так знаем частично мне доказывали и поэтому вот то что я вот там доказал доказал я помню честно а вот здесь если мы поверим в то что можно такой ситуации точнее что вот эту штуку можно дифференцировать то то вот такое можно вообще не написать и так то что f суммируемо мы требования всегда сохраняем пусть она класса цель минус 1 и р минус первая производная абсолютно непрерывно представляет индивидуал с примерами верхним пределом от суммированных вот тогда верна наша формула для и из этой формулы замечания номер пять вот из этих вытекает оценка преобразования фурья функции класса церкви на и и и степенька поделим и получим такую оценку модуля слишком ты не больше некой константы эмма делить на модуль и в степени р что такое м м это то чего не превосходит по модулю преобразование фурьер от рты к производным мы знаем что преобразование фурьер суммировая функция ограничена и даже бесконечно мало а здесь в этом обобщение вместо это приводный выступает у которой почти всю дуэр к так что для функции функции суммируемой рты производный для функции суммируемые футболы преобразование фурьер убывает не хуже чем единицы на у степени а свойства третье было о том что если функция достаточно быстро бывает то ее преобразование гладкость есть ли функция достаточно гладко гладкость включает себя требования на суммирование производства гладкость то преобразование фурьер бывает достаточно связь это есть в обе стороны гладкость гладкость одной из этих функций влечет быстрое убывание другой и обратно быстро убывание одно и влечет другое там возможно какие-то несостыковки параметры где-то на единицу связь если все производные премьера на то убывает пятое свойство преобразования понедельник сжатия это чисто баллической операции ашки здесь вещественные переменные а положительные примеры fh это обозначение я тоже использовал на продажу это что такое это функция с 1 ашки от x это f от экскурсов преобразование фуе сдвинутой функции получается умножением на экспонент а вот здесь вот сжатия сжатие и растяжение в обычном говоря зависит от того а больше или меньше единицы и так f от сжатой функции преобразования фурье вот так вот получается сжатием преобразования фурье исходной функции только растяжение обратно это раз и джаке растяжение и еще значит это все делается в лоб вычисления интегралов нового для сдвигая здесь написал вот я написал что такое сдвиг что такое одно преобразование фурье ну ты плюс h обозначил за новую переменную с с сжатием делается все точно так же здесь написали f от от и от и от и приняли за новую переменную тогда понятно что получилось то есть а т равно с т равно с делить на а дт равно дф делить на а вот отсюда на отсюда и здесь с дифференцированием выяснили как себя преобразование фурье ведет и вот с этими операциями вот такой интеграл называется сверки функции фурье и фыж и обозначают тоже звеночки свойство 6 преобразование фурье свертки свертка определено почти везде суммируемо коммутативно и преобразование фурье свертки есть произведение преобразованию фурье с точностью до нормирующего новости вот этот корень из звуки принялся из-за нормировки но представьте что никаких нормирований вообще нет ни преобразования фурье ни свертки тогда уже вопроса бы не было а там и там у меня теорема планшетеля дальше будет там будет видно что значит доказательства в точности как периодическом случае ничего нового я здесь не скажу но опять вот надо иметь ввиду замечание уже делал там я требовал чтобы функции принадлежали l1 периодическому и это было минимальное разумное требование а здесь я написал опять чтобы они были логи из l1 тогда у нас требовали фурье определено прекрасно и свертка определено прекрасно а вот хочется другие пространства тоже подключить ну например свертка определена если одна из функций из lp а другая опять-таки это формула не очень понятно потому что мы для таких функций который был определен только для пунктизали 1 вот то же самое было было оценка была оценка норма свертки если одна из функций из l1 а другая опять-таки вот эти свойства здесь прекрасно сохраняются вот эти свойства прекрасно сохраняются сами свойства свертки но как формула с преобразованием фурья распространяется это отдельный вопрос который заниматься для l2 в принципе все будет хорошо но для этого нужно определить преобразование фурье в l2 что мы дальше обязательно в случае случае 2 особого а что касается вот этих вот свойств у нас были свойства свертки вот уже была на терематуре значит коммутативность все в порядке коэффициента фурье я объясню как оно образование фурье пересказывается а в другом свойстве с 4s5 тоже попал полная аналогия с тут никакого фурье нету в этих выборах вот эти два свойства полностью вместе доказательством переносится на далеко пролистал так и теорема оба проксимативные единицы тоже переносится на ось опять-таки она не связана с преобразованием фурье и ничего я тут даже добавлять не буду если вы вот на это доказательство посмотрите которое там было теорема аппроксимативных единиц то ну может быть какие-то разумные разумные ограничения придется потребовать l1 конечно нужно потребовать интеграл равны единице l1 норма ограниченной совокупности все нужно требовать фокусирующие свойства тоже нужно требовать но вот это и вот это в общем вот фокусирующие свойства возможно придется в каких-то из этих вот в этом вот третьем варианте что там еще придется потребовать а вот эта часть полностью полностью пройдет подробности как устроена теорема оба проксимативные единицы на оси есть книжки лекции за вещественным анализом в общем все то же самое в общем все то же самое так дальше есть два способа говорить что-то о сходимости интегралов фурье один способ это повторять рассуждение для рядов фурье ну вот накладывая по ходу делаю требования по ситуации а другой способ которым я здесь воспользуюсь доказать теорему о равнасходимости теорему о равнасходимости теорему о равнасходимости ряда интегралов фурье это самое равное нужно полностью расшифровывать как равносильно теорема о том что при определенных условиях ряд фурье некоторые периодические функции и преобразование фурье и интеграл фурье не периодически ведут себя одинаково вот такая теорема итак какие именно условия пусть функция f суммируемо на r ну так у нас было с самого начала параграфа x принадлежит r функция f с волной определяется вот как f с волной принадлежит l вот это l без всего это я напоминаю обозначение для пространства 2п периодических функций суммируемых на периоде итак f с волной 2п периодическая функция как она определяется она равна f на промежутке от x минус пи до x плюс пи поскольку мы тут все равно все интегрировать будем неважно какого типа промежуток вот для определенности я написал просто забыл выбор есть представитель f f определяется раз написал l на r определяется она стоящего эквиваленту а 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 продолжим тогда для любого у из интервала от минус x минус пи до x плюс и вот здесь конечно важно что вот здесь важно вот здесь неважно а а а для любой точки из вот этого вот этого промежутка разность между интегралом фурье частичной от f и суммой фурье частичной суммариала фурье а то с волной стремится к нулю здесь был параметр а а здесь параметр целая часть а а квадратных целая часть стремится к нулю при а стремящихся к нулю это это имеется в виду от фразы ряд интеграл фурье в таком если ряд фурье с волной точки у сходится к какому-то значению то и интеграл фурье в этой точке у сходится туда а если один сходится то и второй доказательства для начала для начала я буду бороться с целой частью сейчас я объясню что я тут делаю вот у нас есть две формулы мы будем пользоваться формулой с интегралом деревья как для периодического так и для непериодического случая вот я покажу интеграл фурье непериодически тут вы видите параметр а а в периодическом случае от неудобно удобно было бы чтобы синус собрались от одного и того же аргумента Тогда этот самый символ можно будет вывести за скоп. И вот я сначала сделаю эту небольшую поправку и покажу, что я не очень сильно набрал при этом. Итак, вот я обозначил целую часть А плюс половинка буквы Б. Тогда А и Б друг от друга отличаются не больше, чем на половину. К бесконечности они стремятся одновременно. Значит, А и Б отличаются не больше, чем на половину. Длина отрезка, кто из них больше А или Б, может одно, может другое. Если взять отрезок с концами А и Б и симметричный ему отрезок, то длина каждого этих отрезка не больше половины. Значит, длина их объединения не больше единицы. Не больше единицы. И сначала вот я здесь эту разность, я хочу вот здесь вот А заменить на Б. Тогда синусы будут на вот этого же аргуминку. Ну и вот смотрю ее как сумму ЙБ минус С целая часть А. Это, так сказать, основная часть. А вот это вот поправка, которую я внес с заменой А на Б. Она значит поправку через Р1, а то, что осталось, Р2. И будем доказывать по отдельности, что Р1 и Р2 стремятся к 0у. С Р1 все совсем просто. Вот я записал разных двух частичных интегралов Турия. Только один берется от минус А до А, а другой от минус Б до Б. Значит, осталось тут после массового уничтожения интегралов, поэтому на самом новом стуле, мера которого не больше единицы. Ну и что? Из них находим из двух пеноков, всегда за собой таскаем. Экспонента по модулю не больше единицы. Но с отрицательной оценкой интегралов. То, чего не происходит в интегральной пункте, умножить на меру множества. Меру множества не больше единицы, поэтому она здесь не написана. Итого максимум модуля с домиком от Y по Y по Z. А это, конечно, стремится к нулю, потому что А и Б стремятся к бесконечности. А и Б стремятся к бесконечности, хотя Ремерин и Любегов. Вот эта вот правая часть стремится к нулю. Так что поправка действительно нам предельных предела не унесла. Теперь оцениваем R2, вот это основная часть. А R2, вот тут уже все подготовлено так, чтобы синусы были от одного и того же аргумента. И можно было от синусу не себя спорно. Ну вот записали R2, записали вот это Jb. Это формула наша интеграл-диреклика прямой. А здесь смотрите, что происходит. Вот я пишу сумму Фурье от функции F с волной в точку. Под интегральной функцией все, какая надо. F с волной от U плюс T, синус Bt, делить на 2 синус T по лампу T. Плюс или минус здесь ставится неважно абсолютно, потому что это функция сторонного точка. А здесь стоит под интегралом 2π-периодическая функция. Интегрировать я ее могу по любому промежутку длины 2π. Интегральная функция 2π-периодическая. И вот это вот этой двойной переплет. Интегрировать я могу по любому промежутку длины 2π. Мне будет удобно выбрать промежуток так, чтобы на этом промежутке, вот это U плюс T вот здесь и вот здесь, чтобы на этом промежутке F с волной совпадала с F. Я выберу для этого промежуток, а F с волной совпадает с F у меня вот здесь. Для этого мне нужно будет выбрать промежуток вот так. Значит, от X-U-P, T будет меняться, до X-U плюс T. Ну тогда, когда я у добавлю, что точка у плюс t будет как раз на промежутке от x минус и до x т. И поэтому f от у плюс t и f с волной от у плюс t совпадут. Значит, вот здесь я просто тогда уберу волну, избавлюсь еще от одного обозначения, и объединю 2 интеграла в 1. Вот так. f от у плюс t в ноль есть, синус общий в ноль есть, единиц на пи общий в ноль есть. А всю вот эту разницу я обозначил в fiat t. Что в fiat t вошло? Ну, во-первых, были два куска, которые вот здесь были, а здесь не было. Это куски, где t меньше, чем x минус u минус пи, и t больше, чем x минус u плюс пи. Там вот есть множество единиц на пи. А на общем куске единица на t минус единица на 2 синус t в полу. Что мне нужно доказать? Мне нужно доказать, что интеграл к r2 стремится к нулю при b, стремящем себе бесконечности. Я снова хочу воспользоваться теоремой Риммана-Лебега. Тут написано синус преобразования фурии некоторой функции. Вот это вот интегральная функция. Мне нужно доказать, что это интегральная функция суммируема. Если я это докажу, то теорема Риммана-Лебега сработает. Суммируемость функции f мне известна по условию. Значит, сдвиг суммируемости не испортен. Если я докажу, что функция фи ограничена, то все теорема будет доказана. Измеримость функции фи тривиальная. Кусочные движения. Так что, если доказать, что функция фи ограничена, то ограниченная функция на суммируемых функциях будет суммируемых. Из-за чего тут может быть неограниченность? Ну вот так она задана тремя сравнными способами на трех промежутках. Давайте на среднюю часть посмотрим. Значит, тут могут быть неприятности в нуле, которой на самом деле нет. Вот эта функция имеет конечный предел при тесте, стремящемся к нулю. Это вы сами легко сосчитаете. В нуле более того, этот предел равен нулю. Ну и даже я вам это рассказывал, когда там числа до нуля рассказывали, не с этим сталкивались. Так что предел фи в нуле равен нулю. Поэтому на каждом из интервалов открытых функций фи не прерыв. Вот эти вот концы не дотягивают до следующих корней синуса Т пополам. Ну, действительно, х минус у плюс пи меньше, чем 2 пи. Потому что у меньше, чем… Нет, там перед у минус стоит, потому что у больше, чем х минус пи. Самое большое здесь получается, когда мы вычитаем самое маленькое. То есть получается меньше, чем 2 пи. И точно так же вот этот конец больше, чем минус 2 пи, потому что у меньше, чем х плюс пи. Значит, если вот это обозначить за А, а вот это обозначить за Б, то отрезок АБ содержится в интервале от минус 2 пи до 2 пи. До следующих корней знаменателя конкретного отрезка не дотягивают. Поэтому на отрезке АБ вот эта функция ограничена. Она непрерывная, она не потому, что она непрерывная. То есть, к сожалению, страсть ограничена. А на ставке про него тем более ограничена, потому что 0-то лежит между А и Б. 0-то лежит между А и Б. Значит, на R без отрезка, R без окрестка 3 нуля, а функция единицы на Т тоже ограничена. Итого функция Фе ограничена на каждом из 3 пи. И тем самым ограничена на Р. Я не догадываю. Замечание следующее. Не буду доказывать его. На самом деле сходимость равномерна на любом отрезке, лежащем вот в этом интервале. Но это я доказываю не буду. На любом отрезке, лежащем в этом интервале, сходимость. Ну и теперь, собственно, теорема равномосходимости у нас доказана. И можно комбинировать. Комбинировать вот эту вот теорему равномосходимости и признаки сходимости рядов Фуриен. признаки сходимости, там какие-то еще теоремы, будут получаться соответствующие теоремы для интеграла Фуриен. Вот давайте этим займемся. Вот был у нас признак Дини, как основной, основной признак, который, которому там сходимость конкретных функций мы получали. вот давайте его соревновать для интеграла. Итак, следствие о том, признак Дини, исходимости от интеграла Фуриен. Пусть функция Ф суммирована на прямой, и скрыжит Р, С число, вещественное или комплексное. Я напоминаю, что у нас функции могут быть вещественные значки, могут быть комплексные значки, это самая эдотерра. Двузначное обозначение и для вещественного, и для комплексного образования. И пусть существует такое дельта положительное, что вот такой интеграл сходится. Тогда интеграл Фуриен функции Ф сходится к С точке Х. Доказательство. По признаку Дини для рядов Фуриен, ряд Фуриен с волной входит в КС. Ну, а тогда в той же самой точке Х. Я напоминаю, Ф с волной, это вот эта вот Ф с волной, которая здесь была. Ф с волной совпадается в окрестной точке Х. И в окрестной точке Х. То есть, это самая волна, она еще как супер. Ну, а тогда потеря равнасходимостью. Следствие номер 2 и следствие номер 3 из признаков. Если Х принадлежит Р, Ф суммировано, и существуют вот такие вот четыре конечных предела, односторонние предела Ф с точки Х и аналоги 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 аналогов производных, то интеграл Фуриен сходится в точке Х, число полусуммировано в стороне предела. В частности, если при этом Ф непрерывно в точке Х, то сходится к хапплик. Ну, и следствие третье, если функция Ф суммирована на Ф и не конечные односторонние производные в точке Х, то интеграл Фуриен сходится к хапплик. В частности, так будет, если Ф дифференцирована в точке Х. Следствие четвертое принцип локализации ригма для интегралов в точке Х. Пусть есть две функции Ф и Ж суммированы на прямой и с кредитом Дельта числом нулемы П и функции Ф и Ж совпадают с Дельта крест Х с нулемой точки Х. Тогда интегралы Ф и Ж в точке Х ведут себя одинаково. То есть, их разность не будет. Часто, если один в точке Х сходится, то другой входит в точке Х. Снова принцип локализации для рядов плюс теорема О равных ходим. Следствие пятой теоремы единственности для интеграла Фу Е. Если Ф и Ж две функции субьерных на прямой и их преобразования Фу Е равны, то сами они равны почти всюду, то есть равны как элементы Э. Доказательства. от двух функций перейдем к одной рассмотрев разность обозначена ту разность буквы H. Про H нам дано, что она суммируем на R и что ее преобразование Фурие тождественное 0. Раз преобразование Фурие тождественное 0, значит и интеграл Фурие тождественное 0. Не потому, что интеграл Фурие получается обратное преобразование от прямого и интегральная функция просто нулевая. Надо доказать, что H равно нулю почти в виде. Будем доказывать в каждой точке. в окресте в окресте каждой точке. В окресте каждой точке в каждой точке. Так возьму точку X и определим функцию H с волной как в теореме орбоносходимости. Так. Давайте-ка мы переподключимся здесь же. Так. Спасибо. Я дорасскажу до какой-нибудь логической паузы, после чего мы устроим перерывы. Так. Объединенный наш слушатель отвалился. Спасибо. Еще раз. Обозначили буквы H разность между F и G. По условию у нас функция H суммируема и ее преобразование Фурии тождественного. Тогда интеграл Фурии тождественного. Надо доказать, что H равно нулю почти в виде. Вот возьмем точку X и будем рассматривать ее окрестность. Функцию H с волной определим как в теореме. То есть это функция 2P периодическая P окрестности точки H P окрестности точки X она тогда ее ряд Фурии сходится к нулю в этой окрестности по теореме ровно сходимости. Потому что интеграл Фурии от H просто тождественного. Значит ряд Фурии H с волной сходится к нулю. Последний сумм Фурии сходится к нулю. Ну вот нам-то нужно вывести что H равно нулю почти всюду. Видишь, то же самое что H с волной равно нулю почти всюду. Как отсюда это вывести еще нужно как-то чуть-чуть подработать. Нам дано, что H H с волной стремится почти всюду. Как доказать, что H с волной равна нулю почти всюду. Ну вот так, например, можно сделать рассмотреть сумму Феера Сигма Н от Сволной в силу перманентности метка средних арифметических они стремятся туда же, куда и сумму Фурия, то есть к нулю на этом бронировке. К нулю на этом бронировке. Перманентность метка средних арифметических у нас есть она в силу подключается. Думаю, что он совсем переживает. Вот. А с другой стороны по теореме Феера Сигма Н от Сволной стремится к Сволной вылить. Раз стремится вылить, то можно выделить подпоследовательность, которая сходится почти всюду. Такое мы доказывали. Ну а тогда Сигма подпоследовательность стремится к нулю с одной стороны, а с другой стремится H с волной почти всюду на этом промежутке. Отсюда H с волной равно почти всюду на этом промежутке. Итак, H с волной равно почти всюду на вот этом вот промежутке. Значит, H равно почти всюду на этом промежутке. H с волной совпадает H. Именно на этом промежутке. Значит, H равно почти всюду на этом промежутке. А так как точка X была выбрана произвольно, H с волной равно почти всюду вообще на но теперь формула обращения некоторые условия когда я говорил что вот здесь вот интеграл курьи сходится в точке низкая фатекс это тоже формула обращению в точке ну а здесь вот условия приговора формула обращения верна всю условия такие очень простые слова f на прямой это у нас условия всегда было и пусть она еще принадлежит ценами и пусть еще с волной с крышкой принадлежит тогда формула фурье верна всю еще раз вот самый краткий если и сама функция f и ее преобразование фурье суммируемая то верна формула фурье то верна формула фурье суммирует преобразование фурье это довольно сильное свойство довольно сильное свойство она не гарантирована нашей нашим исходным условиям миром те самой функции здесь здесь ключевое свойство вот если аналогию с рядами фурье проводить то суммируемость преобразование фурье будет будет по аналогии отвечать ей абсолютная сходимость ряда фурье как мы знаем это бывает далеко не всегда и есть аналог той теоремы о том что это какая теорема альфа больше половины то то ряд фурье абсолютно сходится вот здесь такая же есть теорема только доказать я не буду если миром альфа только это были правильно понимать с точки до почти всюду ну потому что у нас сама формула фурье только она будет верна с точки до почти всюду ну потому что у нас сама функция f в этом определенная если я хочу чтобы всюду было вот тогда еще давай теперь доказательства интеграл фурье сходится разумеется потому что с крышкой шумирована теперь надо понять что сошелся туда куда ну 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 так возьмем точку x по теореме о равнасходимости ряд фурье с волной с волной это периодическая функция из теоремы значит по теореме ряд фурье с волной сходится туда же куда интеграл фурье от f на интервале от x минус пи до x пи дальше мы знаем что если у нас есть непрерывная функция и ряд фурье к ней сошелся в какой-то точке то сошелся туда куда нужно это я вам доказывал после теоремы феера ряд фурье непрерывной функции может разойтись но если сошелся то сошелся туда куда-нибудь поскольку функция f непрерывно по условию сумма ряда фурье f с волной равна f с волной и она же f вот на этом вот ну а с другой стороны она равна идет это так ее на тэп равно f пи окрестностей . а их была выбрана проявленной точкой . ну вот теперь теперь можно сделать побольше давайте в 1140 продолжим продолжим